свинин привет для дела ура выходной привет ренат всем привет садовстан у нас плюс 15 посеяно 404 ух ты уже 23 это вот 250 косичек выписали я конечно не помню осады сегодня 2 мая у вас уже сад есть а я все время забываю я получаю письмо было не на мой почтовый ящик нет на почтовый ящик только я потом отвечал с телефона человек взял выписал у меня косточки сколько я сейчас не скажу продержал их уже два с половиной месяца они у него не так и пишут они не взошли я сижу и гадаю информация не полная большинство до сих пор откуда это взялось я сейчас не могу понять люди держат в холодильниках в сором песке все правильно два месяца потом поковыряются не взошли дальше уже весь апрель прошел не взошли надо высаживать вот у всех а двадцать три каждый десятый уже взошел у него уже сад есть вот даже случись что уже сад есть 23 это не шутки для себя же падение на продажу и так еще в мае ждут а в июне говорит моря константин а что ж такое-то не хотел сходить или которые взошли я высадил оставляю сидят сядут я почему вы держали это весь апрель апрель-май в холодильнике я ждал когда взойдут большинство никогда не взойдет в холодильнике первое как я помню показывал персики до десяток уже проснулись это сигнал что пора высаживать а человек больше мне не ответил я уже в отчаянии пишу позвоните я вам объясню а вдруг правда в холодильнике лежат? вот я написал до сертификации подозреваю что в холодильнике а надо ему сказать высадить срочно а от него ни звонка ни привета высади а у них еще и второй срок вот уже в природе все распустилось зелесим там вчера был все, а все, не висит зелени, простите а это срок, а после этого все забирает и ждет следующего сезона почему? природа распорядилась на сути катаклизма в счастье семян, любых семян, кости, все, что должно лежать неподвижно до тем пор пока не случится катаклизма а это на следующий год, на следующий год все погибло вулкан там метеорит заволохло небо последние лета зима растения погибли довезли все это самое улеглось солнышко это опять нагряло почву и вылезли те семена, которые и не вздумали года врача и они ждали специально с того срока второго предшествия ждали вот так вот имеется ввиду предшествие природного и вот человек третий месяц держит а я переживаю а если он в холодильнике держит что ждет высадил бы уже бы некоторые взошли вот как в Татарстане уже это каждый десятый взошел и что интересно вот этот момент на момент посева хвостиком не было то есть держал, держал, держал а они не стали в холодильнике у меня правда это я мне рассылала моя племянница Юля рассылала рассылала и когда время от времени через 2-3 дня спрашивал Юля а те которые выковыривали попадаются эти с хвостиками да ну мало а у него вообще 250 посадил и ни одна из них нет не прокрылась в холодильнике а оказывается все в порядке пришла пора 14 апреля посадил сад уже есть а то что четверть тысячи вот столько это и правильно зато теперь какая-то гарантия бывает вот не угадал не угадал с это самое вот как у нас попробуй не полей вот сейчас уже 2-3 недели стоит тепло даже жара ни одного дождика верятка стоит сухая с чего она взойдет даже у меня с чего взойдет вот так вот если попробую пропусти полив поэтому надо брать наша песня хороша количество так всем здравия тоже вопрос а так это это гусева помирянова тоже вопрос что делать если просулись обе почки на прививке груши это моя первая груша наряд добива а что если прививка в расщеп и оба серверка просулись и по 2 почки только конусы просил груши из почек сняла бутылку а по прогнозу будет 0 так вот так как будет 0 это еще конечно не мороз ничего страшного я не вижу пожалуйста не трожьте ни одну почку не вздумайте формировать сейчас придет осень все целое должно быть максимум почек максимум листьев придет от этого зависит здоровье дерево максимум листьев почки не трогать это будущее ветки это будущее листья вот а потом когда придет весна следующего года вот там будем ломать голову кривая горбатая или знаете как две обе пошли все 4 почки пошли да и чертим прекрасное дерево с четырьмя этими они стараются быть вертикальными все 4 ветки вертикальны все 4 штампа ну и на здоровье он че залпится так по очереди а мы будем оба а он все равно не любится он любит один да еще закрывается стесняется все все нельзя точка до свидания так поехали так так ну вроде как мог объяснил у меня вопрос набухли цветочные почки на сливах и волочная вишня но не зацвели абрикосы пока набухли единичные цветочные почки и уже вообще ростовые да у меня листы до сих пор спят еще ростовые а эти вот цветут значит у вас будет мало цветочных почек ждать ли мне что позже проснутся остальные абрикосы ну ждать то все равно надо вот ждать то все равно надо а там что будет то будет так Татьяна Федосеева успехов всем сделавшим прививки да не сделавшим прививки а вот даже просто вырастившим как этот ученый Ваулин Мэй вырастил красота ни одной прививки вы знаете что с Ваулиным это было когда уже он добился успеха у него уже плодоносили Моисеевцы вот все было прекрасно он у меня делает заказ два заказа первый пятьсот косточек из моего сада ну чтобы все были вот эти вот помните я их назвал сыновьям Аджурса с ней привитых деревьев с ней привитых пожалуйста мне этого добра высыл второй заказ то же самое но с других мест а все другие места только Абакан все вот ну там два места есть гора Самохвал и поселок Подсиние два уникальных места с аномально теплым климатом вот ну и тоже раздобыл для него вот единственное я не знал автора сортов я писал предположительно Байкалов предположительно Байкалов предположительно Байкалов ну так вот вот пожалуйста не хочет он не только прививать но и не хочет даже иметь что-то с прививок а он тоже Мичурец вот так и сказал я говорю уважаю Мичурина а Мичурина написал что если по двое дички значит через полученные эти даже если прививка культурная а семечки все равно будут дички абсолютно не согласен абсолютно причем сто процентов уверен в своей правоте голову на плаху положу что если по двое дикие привой культурные то и семян получат обязательно дички разные получат вот у меня чего-то такая добра только нет да и не боюсь этих вот эти дикие подвои они уже привыкшие к этим сегодня разговаривал с Еленой Александровной с нашей аспиранткой Савинич я ей объясняю это я говорю вот фильм даже сняли стоит мощный этот посреди культурных крупных там этот поздний Филиппе 100-граммовые плоды там военно 100-граммовые плоды с ну еще несколько сантов правда поэток а посреди гордо манджуриц сын я говорю они уже так я так сказал я говорю извини меня за выражение я не ученый мне можно так перетрахались что уже манджуриц уже не манджуриц уже плоды съедобные стали а эти это я цитирую себя то что я она держала камеру а я кино снимал сегодня же давай же снимал я говорю получилось так что он красавец в центре этого небольшого сада прикуплено десять суток стоит мощный манджуриц сын манджуриц и благодаря опылению без зачатия все вокруг роскошные сорта получает от него по нескольку градусов морозостойкости а там можете хохотать надо мной но почему-то всегда во все века все это вымерзало вымерзало включая мичулина а здесь все хитрости свободное опыление а меня за свободное плене помогли а вас вырастут дички а у меня вот столько уже этих самых фотографий и все культурные а подводят у меня же всегда были дикие кошки я брал ни одного не подвел ну во второй а Субтитры создавал DimaTorzok